Девушки отдыхают 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 Центра хигиены, эпидемиологии и громадского здоровья проверено маль 2000 узоров. У 5% выпадков продукция, прознанная непригодной для уживания. При этом 63% небеспечной харчовой продукции импортной в творчестве. Основное количество забраковок пищевой продукции у нас было связано с несоответствием по микробиологическим показателям. То есть это бактерии группы кишечной палочки, плесени. В основном браковалась продукция, это завтраки быстрого приготовления, приправы, чаи. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадокомпания «Гомель». Гомельские судовые эксперты показали лепший украине выник работы в минулом году. В регионе провели наибольшую колькость экспертиз, свыше 47 тысяч. Эти инши факты огучились сегодня в региональном управлении, где прошла выниковая коллегия. Специалисты по судовой экспертной деянности доследовали маль 17 тысяч местных ударений. При этом ни одна процедура не была выполнена позднее за установленный термин. Коллектив управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области в прошедшем году работал в напряженном ритме. Самый важный момент, который хотелось бы отметить, что все экспертизы выполнены в 30-дневный срок, а исследования в 15-дневный срок. Это достойный результат работы всех сотрудников управления. Больше оперативной работы судэкспертов зарабила сучасная техника, набитая в минулом году. Хроматомаспектричная система проводит анализ наркотичных и психотропных речевов для пораунания ранений, которые материалы накеровывали в Минск и чекали выник некольки тынёв. Зараз анализ проводит на месте. На это потребно усяго 40 филин. Раньше мы определяли довольно ограниченный спектр соединений. Сейчас мы можем определить фактически всё. В том числе спайсы, различные лекарственные препараты, разрешённые контролируемые обороты и так далее. На сустрече так само огучили планы на гэтый год. Становчая тенденция треба не только заховать, але и полепшить. Всё лето эксперты протягнут, скорошать термин проведения экспертиз и повышать их якость. Промеры по захованию дорожной безопасности в регионе завтра поди размогу в программе «Диалог». Гостем студии станет наместник начальника областной державы инспекции Андрей Гаркуша. Глядите «Диалог» в прямом эфире на телеканале «Беларусь-Шатыры» завтра в 18.155 в хвилин. Свои пытания, меркования об ситуации на дорогах в области и пропановы по развитию вышедорожной инфраструктуры можно выказать по номеру телефона у Гомеля 77 68 45. Термаши выходного дня знов починают работу на площади повстания областного центра. У них примуть удел предприемствуют творцы, гандлёвые организации, рыбоводшие и фермерские господарки. Гандлёвые павильоны будут примать покупников с 9 до 16 годин. Держава инспекция звертает увагу водителям, что в этот час рух транспорта на площади повстания будет закрыта. Не глядячи на то, что на календаре ясно лютый, у Гомеля начинается весновый концертный сезон. Первая программа будет представлена уже сегодня. Концертный сезон открыет заслуженный коллектив Беларуси, Национальный академичный оркестр под керованием нашего земляка, урадженца Мазырского района Михаила Финберга. У 18 годин 30 хвилин у Палаце культуры чагуношников артысты представят новую программу «Шлягеры на усе часы». Этот концерт для Михаила Финберга можно лечить юбилейным. 21 лютого маэстро означать 70-годовый юбилей. И об спорте в экстрализе хоккейного чемпионата Беларуси – Чарговое областное дерби. Сегодня поединок проведут хоккейный клуб Гомель и Жлобинский металлург. Матч отбудется у Гомельским лядовым палаце. Початок у 19 годин. У субботу команды знову скрыжуют клюшки. На этот раз у Жлобине. Стартовый свисток проглушить у 17 годин. У Дадзины Момонт рыси находятся на третьем ротку турнирной таблицы. Сталевары замыкают шастерку мацнейших. Чарговую перемогу в чемпионате Беларуси здобыли гандбалистки Гомеля. На своей пляцовце гомельчанки были мацнейшими за столичный БНТУ-2. 45-13. Даречу, в ближайшую субботу подначальненные Томожа Чаттера взгуляют с первой командой БНТУ. Два попередние поединки помеж этими соперниками у бягучем чемпионате завершились на корысть меньшанок. Матч отбудется у столицы. Мушинская команда Гомеля. Чарговый матч чемпионата так само проведет в субботу. Гомельчане чекают у гостей БГК-2. Гудня начнется у 15 годин. Гэты и инши новины вы можете знайсти на нашем сайте. У интернете по адресе www.tivergomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok